гиппократ это значит продолжаем лекции по медицине и сегодня просто лично про гиппократа вообще про формирование медицины древнегреческой но значит происхождение поскольку много очень про него легенды было и он достаточно старый то есть это 5 век спорить даже был ли такой ну он упоминается у платона у аристотеля то есть такие ближайшие его младшее поколение так скажем она его знает это следующее поколение после гиппократа было то что гиппократ он примерно жил во времена сократа то есть он примерно на возрасте с сократом родился он где-то 460 год на острове коз 460 года нашей эры сократа как известно его убили где-то 405 год то есть сократ немножко постарше его но незначительно они в общем одного возраста были ребята основали европейскую культуру значит восход возводят его к потомку бога медицины асклепия что естественно вызывает сомнения в его существовании но я думаю что это скорее всего реальная личность которая обросла легендами так ну как и допустим иисус христос или буду там то есть это реальная личность про которую позднее рассказывали также и всякие волшебные штучки но вообще вот тут вот это происхождение от бога асклепия что означает что он потомственный врач там времена были такие что университетов не было обучали отцы своих сыновей от медицина это было ремесло ему учил просто папа с детства папа врач я тоже врач и так далее то есть это ремесло которое передавалось по наследству вот к такой династии собственно относится гиппократ но в то же время значит помимо того что его учились один отец и дед тоже все врачи он много путешествовал то есть вот связь гиппократа с персидской медицине довольно интересно естественно где он путешествовал по персии потому что это была ближайшая вот эта империя в которую фактически греция какой-то степени входила то есть греки сами не считали что они входили а перси считали что они входят и даже вот карательные экспедиции туда организовали в общем ну по крайней мере восточная часть греции уже входил так сказать жестко и определенно гиппократ скорее к восточной был то есть пользуясь тем что фактически значит у него было это самое гражданство персидской империи он и разъезжал там по всяким египтом обучался там тоже врачей в принципе вот персидской медицины неизвестны трактаты вот того времени и знаем в чем она заключалась какая-то конечно было а то что авиценна пишет это уже под влиянием голена гиппократа то есть понятно что там примерно тоже у него у авиценны в особенности по базам таким представлением да но насколько вот что откуда взялось то ли гиппократ это всю персидскую медицина нам излагаем да то ли это авиценна гиппократа обучился и сама модель у них близко к индийской модели то есть то ли может быть это вариться в такая общая медицина была да и вот она развилась уже по территориям на которой арийцы расселились учитывая что были наследственные передачи этих знаний то вот они их могли бесписьменно вот так вот передавать веками и наши индоевропейцы наши предки вот от деда к внуку и при этом модель у них оставалось та же самая вот эти вот три там начала или четыре до их взаимодействие в организме все такое то что обычно общую парадигму айурведы входит но и гиппократа в эту медицине вполне вот эта модель вполне реально без всякой мистики то есть была арийская медицина который вот они попали в грецию там какие-то другие травки там другие болезни вот они адаптировали гиппократом попали они в индию вот они адаптировали к индии вы уже когда было письменное время освоили это тибетцы но и адаптировали к тебе тут такая модель распространения рисками цены вполне реально скорее всего гиппократ тоже где-то наследника этой традиции либо может быть потому что придумали все это греки потом это пошло в свете так как это все все равно взаимодействует или перс и придумают что знает или индейцы потому что все равно вот эти арийские цивилизации а не взаимодействовали и изолированы они не развивались это сейчас у нас преподаватель восточной философии это начинают для простоты студентов излагать вот индийская философия греческая якобы у них там разные я на самом деле там очень много сходного и на самом деле они взаимодействовали, потому что уже Александр Македонский был в Индии, и там его ребята обучались, греки же любознательные, они обучались у джайнов и прочих, буддистов. То есть взаимодействовало это вполне все. Пифагор ездил по востоку, обучался в Египте, в Вавилоне, в Персии и так далее. Ну, не в Персии, он не доезжал до Персии, у персов, потому что все это под Персией было. Вот, это такое вступление, но честно говоря, Гиппократ, он не только по загранице, он у местных тоже ребят изучался, уже поднимал из греческой наука, он обучался у Демокрита и Софиста Горгия. Ну, то есть учителя у него были не из идеалистической школы, а материалистической, ну, что естественно для врачей, то есть ребята в говне копаются, в трупаках, поэтому философия у них материалистическая, это неудивительно. То есть по всем данным, Гиппократ, он близок был к школе Демокрита, то есть на вещи он смотрел просто и считал, что по сути все материя. И это у него и в медицину пошло, он пытается все объяснять какими-то материальными вещами, никакими там ни духами, ни кармой и прочим. То есть такой у него подход. Ну и в общем для врача-то и правильно, потому что лучше все сначала объяснить проще, как бы, а сложности они тебя уже потом все равно найдут, если они есть. То есть если что-то болит, то сначала надо считать, что смотреть, может быть, съел что-то не то, а потом уже какие-то духовные причины искать, если материальные объяснения не нашлись. Корпус Гиппократа. 60 текстов, которые приписываются Гиппократу. Они, значит, кодифицированы, они ребятами из Александрийской библиотеки, поэтому считают, что самому Гиппократу там принадлежит то ли 8, то ли 18. Но мы будем изучать как единый комплекс, потому что это наследие древнегреческой медицины или эстинческого периода. То есть неважно, писал Гиппократ вообще, был ли Гиппократ, но скорее всего был, или это уже работа всей школы, всех там учеников, это наследие общее медицины, именно арийской западной. И будем пытаться изучать весь комплекс той степени, в которой это переведено на русский или английский. У меня нет, в сожалению, времени с древнегреческого переводить. Древнегреческий в какой-то степени владею, но хуже английского, и я не смогу с листа, допустим, читать под древнегреческий и комментировать. А русского или английского я смогу. Ну, в общем, вот так придется. Ориентираться на то, что переведено на хотя бы на легко читаемые языки. Доктрину не буду характеризовать, потому что исхожу из того, что лучше на текстах. Вот будут тексты, мы текст прокомментируем, а пересказывать, пересказывая это дело неблагодарное в плане истины. Много легенд, поскольку я про личность говорю немножко про легенды, много легенд по этому поводу, потому что он основатель медицинской школы, ему постоянно приписывали всяческие способности все лечить. Например, что он приехал в Афину и вылечил там всю чуму. Вот такие же абсолютно легенды про всех великих врачей древности ходили. Даже у нас монах один, богомильский, Василий врач, что-то там лечил, и про него вся Болгария говорила, что любую болезнь сможет вылечить. Людям свойственно надеяться, что какой-то врач придет и где-то он есть, который все вылечит. Тут следует скептически относиться. Также говорят, что Гиппократа приглашал лечить императора Артаксеркс, греческий, но он отказал его послам. Но это, видимо, уже что-то из области греческого национализма, потому что персы это считали дикими там скалами черт знает где населенными пиратами и во многом были в этом плане правы. Экспедиции персов для завоевания Греции это в основном карательные попытки прекратить пиратство на Средиземном море. Так воспринимали это дело персы. А греки, естественно, пытались как-то к этой великой империи примазаться, к ее культуре, изучали там. Наиболее умные греки постоянно ездили. Их спонсировали, кстати, местные власти, чтобы они там съездили в Персию и что-нибудь там у них узнали интересненькое. Может в жизни пригодится. То есть реальная обстановка была другая. Греки постоянно у персов учились, но сочиняли, что персы перед их мудростью преклоняются и так далее. Легенда про Гиппократа и Демокрита. Ну, Демокрит, я по курсу истории религии, видимо, Демокрита и Пикура тоже поставлю. Они к религии не относятся, они были атеисты, но они повлияли, конечно, все равно на общее. То есть для общего контекста они нужны. Поэтому про Демокрита еще расскажу. Ну вот Гиппократ с Демокритом якобы встречались, как рассказывают античные источники. Демокрит часто смеялся. Такой был смеющийся философ, потому что он понимал, насколько все вокруг идиоты, и максимум, что он мог, какая у него могла быть реакция, это ему было просто смешно. Потому что он как мудрый человек, он понимал, что в агрессии смысла нет, дураки такими же и останутся, хоть злись на них, хоть не злись. Поэтому все, что ему осталось, это смеяться. Поскольку он был еще умным, то его также считали сумасшедшим, поскольку это человек, который какими-то абстрактными вещами интересуется, да еще и периодически смеются. как обычно, вот если среди дураков пожить, обычно дураки считают тех, кто их заведомо умнее, они их считают сумасшедшим. Это обычная ситуация и сейчас. Поскольку мы в стране дураков живем, я думаю, что любой интеллигентный человек из слушающих этот клип это все знает и все это наблюдал. Но вот та же самая история с Демокритом. Но вот они позвали Гиппократов, что Гиппократа они уважали, хотя бы что он врачом что-то там лечить может, да? Гиппократ встретился с Демокритом и он оснастил, что Демокрит полностью здоровый и физически, и психически, да еще и один из умнейших людей, с которыми он разговаривал и оценил его философию. И в общем так вот и послал этих придурков-обывателей далеко. Значит, ну так же и плохие истории. То есть вот все предыдущие истории рассказывают, что это был умный принципиальный человек и прекрасный врач. также говорят, что он сжег, допустим, храммедицинский храм, конкурирующий школы, чтобы уничтожить все там накопленные знания и стать единственным обладателем. Ну, в общем, такая легендарная личность, про которую рассказывает многое. я думаю, я думаю, что он является наследником определенной школы и он нас не является основателем определенной школы. Поэтому в данном случае под именем Гиппократа следует вообще всю традицию греческую, предшествующую Галену обозначать. И это действительно так, то что ее уже кодифицировали, эту традицию в Александрии уже лет так через сто после смерти Гиппократа. И вот под этим как бы таким флагом Гиппократа будем всю вот эту традицию постепенно изучать то, что нам доступно.